Добрый день друзья с вами как всегда я Олег Дубовой и приветствую вас на канале пасека курить. Сегодня я хочу ответить на вопросы которые волнуют каждого начинающего пчеловода. Надеюсь что ответы на эти вопросы помогут выбрать правильный путь и сэкономить время и деньги. В случае неудачи деньги уже не вернуть, но их можно еще заработать, исправив свои ошибки или занявшись чем-нибудь другим, а вот время которое потеряется уже не вернуть никогда. Итак вопросы можно ли заработать пчеловодством на хорошую безбедную жизнь и так ли это все легко и просто как многие думают, а многие и рассказывают на просторах интернета. Вот на эти вопросы я и постараюсь сегодня ответить исходя из личного опыта наблюдений и реальности происходящей на этом рынке. Итак я пчеловодов делю на три категории. Первая категория держит пчел для себя, для души. Пчеловод на пасеке отдыхает, наслаждается общением с природой, с пчелами, никуда не торопится, не кочует, с банками меда по рынку не бегает чтобы его продать. От пяти до десяти ульев ему хватает с головой, чтобы обеспечить свою семью медом, пыльцой, прополюсом и другими пчелопродуктами. Лишний мед такой пчеловод всегда без проблем продаст своим друзьям, знакомым, соседям и пчелам еще в зиму останется. Как правило такие пчеловоды своих пчел в зиму сахаром не закармливают. То есть здесь нет большой цели обогащения. Это скорее хобби, любительское пчеловодство, которое параллельно приносит дополнительный постоянный доход в семейный бюджет. Здесь все предельно ясно. Теперь вторая категория пчеловодов, у которой главная цель как можно больше заработать на сборе и сдаче меда. В данном случае это уже не любительское, а профессиональное пчеловодство, это уже серьезный бизнес. А значит и отношение к нему надо серьезное, а не так как многие думают, что это халява, которая через пару-тройку лет сделает тебя богачом с трехкомнатной квартирой в центре столицы и жирной задницей, сидящей за рулем собственного новенького Мерседеса. С такими мыслями в профессиональном пчеловодстве можно заиграться как в рулетку. Если вовремя не остановиться, можно и без штанов остаться. Как многие приходят в профессиональное пчеловодство. Сперва возникает мысль, где можно дополнительно заработать денег. Жизнь дорожает, получки пенсии не хватает, а некоторые просто работать не хотят и ищут где б что на халяву урвать. И начинаются поиски, сбор информации, интернет нам в помощь. И тут хлоп, пчеловодство. Как же я раньше не додумался, как все легко и просто. Молодец мужик, красава. Все подробно рассказал на своем ютуб канале. А что там, наделал ловушек, они копейки стоят, расставил их, наловил раёв, потом наделал из них отводков, пчелы мед наносили, ты его накачал, продал и все. Миллионер. Мечты сбылись. А главное работать не надо, пчелы все сами за тебя делают. Ты только сидишь и барыши считаешь. И вот такие мысли это грабли, на которые часто наступают некоторые начинающие пчеловоды. В пчеловодстве, как и в любом другом бизнесе, прежде всего нужны знания, которые помогут вам настроить правильный процесс ведения вашего пчеловодческого хозяйства. Немаловажную роль имеет и стартовый капитал. От него зависит, чем вы будете уже с первых дней заниматься у себя на пасеке. Серьезным бизнесом или ерундой, которая будет забирать ваше драгоценное время. Плюс немного удачи и труд. Труд, 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 еще раз труд. Тяжелый, изнурительный труд. Постоянно на жаре, пчелы кусают, пот по лесу течет, спина от поднятия тяжелых корпусов трещит. Так что мнение о том, что это легкий бизнес, ошибочно. Это один из самых тяжелых и непредсказуемых бизнесов. Если начинающий пчеловод хочет начать свою профессиональную, заметьте, не любительскую, а профессиональную деятельность с парой пчелопакетов, ну а остальное наловим раями, то это путь в никуда. Чтобы такими темпами разогнать хорошую, рентабельную пасеку, чтобы давала хорошую прибыль, уйдут годы. Ваша прибыль напрямую будет зависеть от ваших капиталовложений. Но это как в любом бизнесе, не только в пчеловодстве. Если хочешь заработать миллион на пасеке, вложи туда миллион. Дальше. Если ты хочешь постоянно много качать меда и на этом зарабатывать, обязательно надо кочевать. А это дополнительные расходы к тем стартовым, что вы уже вложили. И расходы немалые. Аренда машины и прицепа, если у вас нет своего. Если машина и прицеп есть, отлично, но их тоже надо за что-то купить. Опять капиталовложения. Дальше. Расходы на бензин, питание, оформление соответствующих документов на вашу пасеку, сдача на права нужной категории, чтобы прицеп с ульями тягать. Если полиция остановит при перевозке ульев, она эти документы у вас обязательно потребует. Также не всегда пчеловоду удается, как говорится, на халяву разместить свою пасеку у поля. Иногда хозяин поля требует оплату за аренду места на его земле. И ваши рассказы о том, что это он вам еще должен, потому что ваши пчелы опыляют его поле, ему дал лампочки. Он вас об этом не просил. И ваших пчел тоже. Так что либо придется хозяину заплатить, либо убираться. Дальше вас на качевке могут ожидать неприятности в виде опрыскивания полей химикатами и массовой гибели ваших пчел. А это влечет за собой опять непредвиденные дополнительные расходы на покупку пчелопакетов, чтобы восстановить быстро свою пасеку. Также включаем сюда расходы на техническое обслуживание вашего автомобиля, который потребует определенного ремонта после езды по полям. Добавим сюда постоянные дополнительные расходы на покупку ульев, которые могут во время качевки развалиться. Рамок, проволоки, вощины, костюмы, матки, которые вечно куда-то пропадают. Кто-то скажет, ну улья, рамки можно и самому делать. Конечно можно. Я с вами согласен. Но станки купи? Купи. Лес купи? Купи. Электроэнергия, которая мотается, когда работают станки, тоже ее потом заплати. Опять расходы. Расходы, расходы, опять расходы. А на выходе сдаешь мед за копейки оптовым закупщикам. Но если вы вложили миллион, то при этих расходах вы все равно неплохо заработаете на общем объеме. Можно конечно и не кочевать, чтобы сократить свои затраты и увеличить прибыль. Но всегда есть но. Если в вожле вашей пасеки расположены поля с рапсом, гречихой, подсолнухом, недалеко растут посадки с акацией, липой, плюс сюда добавим луга, леса, болота, то вы реально в шоколаде. В этом случае можно стартовать и с небольшой пасекой. Прибыль вам обеспечена. Я знаю деревню, которая стоит в таких шоколадных условиях. Там через двор пасеки и пчеловоды всегда неплохо зарабатывают. По четыре, по пять раз мед на сезон качают. Но не всем так везет. Если возле вашей пасеки нет таких шоколадных условий, то вы хоть сто, хоть двести уликов поставьте. Толку большого с этого не будет. Плюс надо забывать, что ни одна ваша пасека тут стоит и ограниченная кормовая база делится среди всех желающих заработать миллион на меде. Забыл еще включить сюда постоянные расходы на сахар. Весна, осень, безъяточный период. Также химия для обработки пчел от клеща. Весна, осень. Кстати, сахар у нас сейчас уже стоит 1250 гривен за мешок. Считайте, делайте выводы. Чуть не надо забывать, что если для своего дальнейшего пути в пчеловодстве вы выбрали неправильную породу пчел и систему ульев, то это также может повлиять на конечный результат. Вы можете больше потерять, чем заработать. Ну а теперь переходим к третьей категории пчеловодов. Я ее называю самой мудрой категории в пчеловодстве. Однажды в молодости мне попала в руки статья, где одному американскому миллионеру, который разбогател во время золотой лихорадки, задали вопрос, помнит ли он свой первый самородок, который он нашел и который стал началом его миллионного состояния. На что миллионер ответил, что он не помнит своего первого драгоценного самородка, так как он никогда их не добывал. Он не был старателем, но он помнит свою первую лопату и тачку, которую продал старателю. Он разбогател не на добыче золота, а на продаже инструментов для старателей. Если хотите реально заработать в пчеловодстве, начните создавать и продавать пчеловодам-старателям необходимые в их бизнесе так называемые лопаты. Это матки, пчелопакеты, улья, нуклеусы, рамки, поилки, защитные костюмы, маски, дымари, вощина, канди, изоляторы, стамески, разделительные решетки и многое-многое другое. И при всем при этом у вас еще и мед будет, но не как основной, а как дополнительный заработок. И если мед вы будете сдавать оптовикам за копейки, то на пчеловоде вы заработаете по полной программе. Цены на этом рынке не падают, а постоянно растут. А желающих стать миллионерами в пчеловодстве быстро, без лишнего труда и затрат, все больше и больше и больше. Слава интернету! А это ваши потенциальные, постоянные покупатели. Это ваш клондайк, это ваша золотая жила. Кто-то может со мной не согласиться, я никому свое мнение не навязываю. Я рассказал о том, что я вижу, что я слышу, через что я сам прошел. Кто постоянно смотрит мой канал, знает, что моя пасека ориентирована не на мед. Я от него уже давно ушел. Мед у меня как дополнительный продукт. А основное это настойки. Настойки из продуктов жизнедеятельности восковой моли и настойки из пчелиного подмора. Летнего пчелиного подмора. Что касается зимнего подмора, то это отходы производства. Мусор, который необходимо выкинуть, а не пытаться кому-нибудь его продать. Выкинуть подальше от пасеки или в лучшем случае сжечь, чтобы ваши пчелы не заразились какой-нибудь заразой. Кстати, наши настойки постоянно в наличии круглый год. И напоследок хочу обратить внимание начинающего пчеловода на то, что если в вашей семье, кроме вас, пчел никому не нужны и это не будет вашим общим семейным бизнесом, оставайтесь на уровне любительского пчеловодства. Потому что если с вами, не дай бог, что-нибудь случится, то вашу пасеку просто продадут за копейки или разворуют соседи. И ваши труды, ваши старания, ваши финансовые затраты, как это ни печально, будут напрасны. Ну что, друзья мои, что знал, я вам рассказал. Как сейчас модно говорить дорожную карту, как стать миллионером в пчеловодстве, я вам выдал. А вот каким путем вам двигаться, вы уже выбирайте сами. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. С вами был Олег Дубовой на канале Пасека у реки. Всем пока, до новых встреч и крепкого вам всем здоровья!